Детей не это могут быть, не наши приемные могут быть. В Торе есть, в Библии, есть определенные тексты. Эх, где же этот текст я видел? Какой из царей имел этот текст? У кого это было? У одного из сыновей Давида, который, прощой Голиафа, помните, который был отцом Соломона, был еще один сын. Я, к сожалению, не помню его имя. Не помню. Хотел вспомнить. Наи, по-моему, как-то. И у него был сын. И он хотел жениться. А ему все время говорили, зачем ты будешь жениться, если у этой женщины есть сын. И он очень долго сомневался, никак не мог и так далее. И потом пришел к нему Господь во сне или в виде видения какого-либо. Пришел к нему Господь. Там очень часто описывается, как к людям Господь приходит и с людьми общается, если вы заметили. Странно, когда сейчас говорят, ясновидение это от зла. Как же от зла? Если Иисус Христос мог предсказать и видел. Если Иисус Христос, если цари иудейские, просто обычные люди могли видеть Господа и общаться с Ним. Ну как же так? Странно это все. И сказал Господь ему, сказал, не жди своих детей. Вот он, тебе посланный мой ребенок, относись к нему как к своему. Ибо тот, кто относится к чужому ребенку больше, чем к своему, тот будет более перед Богом благословенен. Именно поэтому, зная это, многие используют данные, вот такие приемы. Например, очень часто в семьях популярных актеров, допустим, например, ну допустим, Анджелина Джоли. Можно просмотреть ее кинокарьеру, совместную жизнь с Брэдом Питтом. И можно сказать, что в тот момент, когда они усыновляли детей, то в этот момент у них была максимальная популярность. То есть можно ли сказать, что они использовали данный метод? Да. Почему он не популярен, данный метод? Дело в том, что этот метод, его исповедуют в религиях масонства. Поэтому он является таким скрытым, но очень часто именно в масонских ложах и среди масонов, в случае, если человек хочет славы, почета, везения, то он должен усыновить себе сына или усыновить дочку и усыновить в малом возрасте, но сделать так, чтобы этот ребенок никогда даже не подозревал, что он приемный. Относиться к этому ребенку необходимо лучше, чем к своим детям. Если так делать, если ребенок будет в это верить, то тогда жизнь будет великолепной. Тогда будет богатство, почет, успех и так далее. У вас есть ребенок, вы сошли с женщиной или с мужчиной, и есть ребенок. Любите его больше своих. А самое плохое, что вы можете сделать, это ненавидеть. Ненавидеть приведет вас к разрухе, бедностью и болезням. А если начнете любить и обожать, говорить, сынок, дочечка, рыбка моя, солнышко, дарить подарки, и любить больше, чем себя и своих детей, то тогда будет вам стопроцентный почет, стопроцентное везение, стопроцентное счастье в жизни. Поэтому относитесь к этому именно так. С эзотерической точки зрения, приемные дети, это даже лучше. Не нужно вынашивать, не нужно рожать. Все готово, пришел.